Наши нервы восстанавливаются, а то, говорят, не нервничай, а то нервы испортишь. В контексте детей и их воспитания, ну и жизни вообще. Если спрашивать про нервные клетки, то у нас есть несколько областей мозга, в которых генерируются новые клетки, но это больше всего гиппокамп, и это клетки, отвечающие за формирование новых воспоминаний. В целом наши клетки мрут, и в целом мы с вами, конечно, не сильно умнее им с возрастом, хотя хотелось бы, но мудрость у нас наступает, а вот блистательность нашего ума, она пригасает, так сказать. Я думаю, что здесь вопрос не про нервные клетки, которые могут устанавливаться или не устанавливаться. Здесь вопрос скорее про то, какие эмоциональные привычки мы у себя формируем. Мы склад эмоциональных привычек. Вот в счастливом ребенке, я говорю, самая главная ваша задача научить ребенка привычкам хорошего эмоционального состояния. Привычки радоваться, привычки испытывать интерес, привычки испытывать восхищение, и так далее. То есть вот привычки быть добрым. Вот эти привычки надо формировать. И это касается взрослых то же самое. Нам, как это ни парадоксально, нужно сформировать у себя привычки позитивные. Если мы их сформируем, они вытеснят тревоги, переживания, напряжение, злобу и прочее. Но нужно просто понимать, что мозг, в нем нельзя что-то стереть ластиком. Из него можно просто как-то выдавить формированием нового нейронного ансамбля, отвечающего за позитив, за оптимизм, за желание жить. В общем, это надо в себе растить. Мы взрослые, мозг сформированный. Но это не значит, что у нас нет шансов перестраивать нейронные связи в нем. Есть. Но это отдельная работа.